История Брест-Литовской сапёрной роты неотделима от летописи областного центра. С этих слов начал своё выступление один из организаторов модной встречи, член клуба «Рубеж» Александр Жарков. О существовании такого формирования на территории цитадели до вчерашнего дня знали лишь специалисты-учёные и краеведы-любители. К сожалению, немного осталось документальных подтверждений. Не один месяц потратили брестские историки-реконструкторы на воссоздание образа воина сапёрной роты, его быта и окружения, чтобы сегодня рассказать об этом гостям модного четверга. Брест-Литовская крепостная сапёрная рота – это было отдельное подразделение, самостоятельное. В отличие от современных строительных частей нашей армии, это были, можно сказать, в большей степени организаторы строительных работ. То есть каждый рядовой. Во-первых, они были все грамотные. Они должны были уметь организовывать производство фортификационных работ, то есть объяснить простым солдатам, как нужно выкопать траншеи, окопы, построить блиндажи, построить укрытия, построить земляные батареи и прочее, 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 что, скажем так, фактически сейчас знают инженеры и прорабы на современных стройках. К началу Первой мировой войны инженерные войска русской армии подразделялись на две основные составляющие – полевые инженерные части и крепостные подразделения, основой которых являлись сапёрные батальоны. Каждый армейский корпус имел по одной такой штатной единицы. Праздник каждый из них отмечался в День иконы, покровительствующей делам ведомства. У Брест-Литовской сапёрной роты это было 22 октября, согласно старому стилю. Именно это и определило выбор темы мероприятия и его участников. Именно в этот день, 22 октября, был ротный праздник сапёрной роты Брест-Литовской крепости. Поэтому именно этот день. Ну а почему именно эти участники? Потому что мы дружим с группой исторических реконструкторов «Рубеж» и с фондом «Фортификация Бреста». И они участвуют в наших мероприятиях постоянно. Кроме большого объёма обработанной исторической информации и фотоснимков, организаторы подготовили для гостей модного четверга подборку аутентичных предметов и форму начала 20 века. Посетители смогли не только задать интересующие вопросы, но и в буквальном смысле прикоснуться к предметам старины. Продолжение следует...